приветствую вас мои дорогие с вами как всегда я ваш покорный струга в литературном смысле этого слова дамы окошечка этого подтверждает это все подтверждает да все желать что нам значит сегодня стоит обсудить ну во первых хочу сказать что мир стал еще хуже мир стал еще хуже чем был соответственно ничего такого из ряда вон выходящего конечно же не произошло но следует отметить то что люди стали тупее глупее банальнее тривиальнее и скучнее да вот и следовательно жить стало никак не лучше и никак нехорошо жить стало в общем-то грустно грустно в том плане и частности от того что скажем так ничего не не внушает какого-то оптимизма ничто не внушает какого-то оптимизма и альтруизма и надежды на то что дальше будет лучше дальше никогда не в коем случае не будет лучше вы должны это просто прекрасно знать и в принципе любая тоже религия это об этом говорит если вдруг еще не знали следующее называю себя верующими религиозными людьми вы должны четко понимать и представлять так сказать себе перспективу будущего обозримого видите даже свет у меня погас гаснет свет то что если ты читал собственно говоря ну собственно откровение да ивана богослова апокалипсис апокалипсис кто-то называет его ну ли там пророческий пророческие книги ветхого завета тот прекрасно должен себе понимать что мир близится к своему завершению блин мир близится к своему логическому концу знаете такой такой жест знакомым да откуда он напишите в комментариях сразу и подпишитесь не забудьте подписаться поставить лайк нажать на этот динделинь я открыл для себя открываю каждый день конечно нечто новое и вообще на самом деле все чтобы понимали что все эти допустим образы имиджи сегодня которая так растиражированы и используются эксплуатируются там теми же little big другие они уже когда-то были кем-то найдены и открыты да вот этот образ такого немножко глуповатого самоуверенного идиота и тут же барат сагдиев и уже выше названный лицом биг они использовали естественно вот эту группу она кажется гюнтер называлась это так да вот этой песенкой да о и . это лала и уточьма и линдеринь ну и короче говоря смысл в том что я как истинный верующий да допустим христианин должен должен был бы так сказать естественно радоваться тому и многие потому что происходит в мире потому что близится конец до этого мира чем скорее этот мир завершить свое существование значит наступит новый мир на наступит эра всемирного вселенского блаженства и рая на земле или там рая на небе и т.д. то есть я не буду сейчас очень глубоко глубоко углубляться в это все но все размышления философстве имею ввиду не то что вы подумали и соответственно соответственно я буду всю эту тему так муссировать и развернуто очень сильно отвечать я думаю что вы сами можете открыть книгу и почитать но вкратце я скажу то что действительно да как истинно верующий христианин я должен радоваться тому что происходит сегодня что происходит сейчас потому что чем скорее этот мир завершить свое существование тем соответственно скорее придет мессия лимошах и тем скорее будет всемирная всемирная благость и всемирное так сказать ликование вселенское ликование и победа света над тьмой и тем скорее не чистый рукавый как его называют будет заточен в темницу так вот и таким образом таким образом в общем-то низ ничему не стоит удивляться как и написано в библии как и написано в откровениях в посланиях так ничему не удивляйтесь ибо всему этому надлежит быть да и радуйтесь те кто именно че имена были че имена вписаны книгу жизни или радуйтесь те потому что если имена уж написаны на небесах вот таким образом вот по сути нам искренне истинно верующим людям не стоит унывать материальное благо нас не прещают и так истинные христиане не занимаются стяжательством неправда ли истинные христиане не им не свойственно сребролюбие или лицеприятие они же не делят людей на богатых и бедных они же все должны быть равны они же не говорят в церкви папы это такой дорогой на пальце колец кольцо на пальце дорогой давай поднести поближе причастись первым а нищеброды потом они говорят они всех судят одинаково богатый или бедный без лицеприятия без вот этого так скажем да ну поняли да ли заблюдство и всех этих таких лицемерных и лицеприятных вещей и идей да ведь у нас такая действительно мудрая справедливая церковь и естественно конечно же им все равно сколько вы пожертвуете 5 рублей или 5000 евро они непредвзято на это все смотрят уже ведь все равно какая разница ведь они живет не лихаимцы ним за им ци не какие-то там похабные взяточники и они подобно инокам или монахам живут в пещерах в пустынях живут подаянием милость не питаются подобно ивану крестителю лишь волчь сами и акридами и дикий мед вкушают в пищу ни в коем случае они живет не злоупотребляют не вином не алкоголем мне не вина не сикеру не пьют да и ни в коем случае работники служители винограде господнем не имеют ни собственности недорогих машин не дачек ведь так как и написано собственно в библии поэтому чего им бояться чего опасаться страшного суда за что им трястись ведь у них нет мотивации у них нет смысла и стимула бояться страшного суда бояться пришествия того чьи уста чими устами собственно они чтут его да но сердце же их видимо находится все еще где-то на каком-то определенном возможно расстояние но это не суть важно это не суть важно потому что это все некие мелочи некие скажем так детали которые абсолютно 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 не важны это абсолютно не важные детали я бы сказал так детали мелочи ну а коль скоро мы поняли что служители служители виноградаре господнем они такие праведные и достаточно продвинутые люди дух одухотворенные оплодотворенные так сказать вот этой великой идеей оплодотворенные вот этой здравой бескорыстной и нестяжательной мыслью несребролюбивой душой одаренные так сказать даром по вере излечать не как сказать ну в общем лечить немощных лечить и восстанавливать больных немощных воскрешать ушедших от нас людей и поскольку написано в библии что если будете иметь веру хотя бы с горчичное зерно то скажете горе сей приедет сюда-сюда и будет так если будете иметь веру хотя бы с горчичное зерно маленькую веру очень маленькую скажете дереву сему вырвись с корнем и вернись в море и станет так и будет так или также чего не попросите у отца небесного во имя мое говорит иисус туда чего бы не попросили или где двое или строй соберутся во имя мое я между ними значит следовательно эти самые работники дружинки винограды господнем имеют право и полную власть полномочий потому что им сказано не только сидела будете творить и делать что я делаю но и более того и более того давайте же тогда посмотрим что сделали эти все работники оценим их труды за минувшие последние две тысячи лет как много они давайте посчитаем наверно должна быть какая-то статистика как много они исцелили немощных страждущих больных как много они сделали слепых зрячими а ведь иешу иисус христос делал это и также сказал что ученики его последователи будут уметь делать абсолютно то же самое давайте посмотрим подведем статистику сколько так сказать ушедших от нас людей они смогли вернуть жизни воскресить восстановить давайте посмотрим сколько вообще они раздали имений своих и пожертвовали раздали свои деньги и имущим давайте посмотрим сколько они действительно так сказать пострадали за бел отдали душу свою за друзей своих положили душу свою за друзей своих сколько из них тоже должна быть эта статистика какие-то подсчеты ну правда и вот даже животных те же да скольких они накормили сколько устроили приюты для бедных несчастных животных скольким они они бескорыстно безвозмездно помогли приютили домой накормили бездомных и животных и людей скольким они а протянули руки руку помощи и дали одежду они просто назидательные советы в плане там молитесь и причащайтесь почаще скольким людям они конкретно вот конкретно помогли нуждающимся потому что сказано написано что и когда стал придет мессия и тогда скажут мне где господи мы видели тебя сиром нагим и убогим и алчищем тогда скажу им то что сделали вы вот братьям нашим меньшим то что сделали вы нищим на улице убогим сиром нуждающимся то то самое сделали вы мне говорит ешу иисус ну давайте вот с этого как бы начнем и посмотрим посчитаем да вот посчитаем скольких они накормили скольких они приютили скольких они и отдали там себе им свое имение раздали скольким они каким-то образом помогли буквально накормили скольким они подали руку помощи скольким хотелось бы просто посмотреть на цифры на цифры на статистику статистика цифры вещь упрямая потому что ну допустим даже вот насколько я принципе не очень люблю ну как-то так не симпатизируя католикам ну я знаю что в Италии есть такие службы там каритос да гуманитарные благотворительные помощи и они да они действительно оказывают помощь они кормят подкармливают там бездомных нищих они раздают им теплую одежду они раздают им какие-то теплые вещи одеяло они собирают там гуманитарные всякие пакеты питания там по прочим 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 вещам и раздают их на улице безвозмездно я видел это лично глазами даже своими и своими глазами и снимал это даже на камеру где-то у меня очень есть эти видео были на канале где-то там ну неважно кто жил в Италии это видео наверное знает прекрасно что я имею ввиду что же у нас с православной церковью ну давайте разбираться есть ли там такие органы есть ли там такие учредительные органы какие-то гуманитарные органы которые занимаются благотворительностью или это все только если есть на бумаге и только лишь бла-бла-бла максимум на что они способны это действительно пропесочивать людям мозги максимум на что они способны это устраивать какие-то а-ля воскресной школы где какой-нибудь бездарный безграмотный поп-недоучка своими словами как он понимает писание библии разжевывает еще более недалеким и неграмотным или полуграмотным хомо как следует понимать библию и что нужно идти например куда-нибудь на фронт на войну и защищать интересы олигархов убивать ближних себе по вере православных украинцев убивать ближних себе по вере православных и в общем-то верующих таких же братьев славян и за это якобы Господь их вознаградит и они тем самым попадут в рай ну вот где когда еще в такие какие времена могла быть такая странная риторика у служителей культа который в априори называется культом любви должен бы это называться никому потому-ка бог есть любовь сказ ihn да и соответственно следовательно это основа или не любого закона это любовь это не просто догматика а это краеугольный камень который лежит в основе любой религии. Краеугольный камень, который лежит в основе любой, даже не то что религии, а философской школы, философской модели. Если вы откроете античных авторов, там будет то же самое. Если вы откроете буддизм или какую-нибудь баховат-гиту, там будет почти, ну или абсолютно то же самое. Если вы побеседуете с какими-нибудь полинезийскими индейцами, да, или изучите культ американских индейцев, вы там найдете абсолютно то же самое. Но, но, одна из миролюбивых, мирных религий говорит нам абсолютно другое. Вернее, да, она так декларативно благословляет на войны, на убийства своих же братьев по вере, или же почти братьев по вере. Зачем, почему, оправдывает это какими-то своими интересами, интересами объясняя по-своему Библию истолковывая, искажая идею, концепцию, и, собственно говоря, Слово Божье как таковое. Я никогда этого не понимал, не понимаю, и не буду, наверное, понимать. Как я, наверное, принимать подобные вещи, подобные заявления, подобное общевидение, подобную риторику я совершенно не приемлю. Потому что, ну, если вы действительно глубоко верующий человек, вам никогда не придет такая дикая в голову идея, что нужно убивать себе подобных во имя какой-то идеи, во имя какой-то вообще шизофренической идеи, и который...